Иван Демиченко, Утриньюк. Вы как-то говорили, что у администрации города довольно мало полномочий в плане регулирования частных перевозчиков, но так или иначе у вас есть полномочия, ну я имею в виду у мэрии, чтобы разрывать контракты с недобросовестными перевозчиками. Я знаю, что, ну точнее есть подозрение, что мэрии дали предписание администрации прокуратуры города, чтобы разрывать наконец-таки контракты с недобросовестными перевозчиками. Действительно ли это так и собираетесь ли вы работать в этом плане, потому что очень много нарушений и неработающие кондиционеры, неработающие кассы и так далее. Спасибо. Давайте так, у частных перевозчиков подвижной состав составляет чуть больше 900 единиц транспортных средств, и из них только 15% оборудованы кондиционерами, только 15% современные машины. Поэтому, я думаю, надо давать им тоже время для того, чтобы они проводили модернизацию, потому что разрывать можно, а кто завтра вообще тогда на линию выйдет. Если бы у муниципалитета была возможность в течение года-двух выполнить те планы, которые мы наметили на десятилетия по модернизации своего полностью общественного транспорта, ну, понятное дело, мы бы заместили своей техникой этой маршруты. Когда-то это произойдет. Ну, то есть тот план развития, который намечен трамвайно-троллейбусным управлением, те темпы, которые мы на сегодняшний день набираем, наверное, можно говорить о том, что при выполнении их мы большую часть маршрутов, безусловно, заместим муниципальным общественным транспортом, а те коммерческие предприятия, которые к тому времени смогут и найдут возможность провести модернизацию своего подвижного состава, они останутся, соответственно, работать на линии. Те, кто не выживет в этой такой живой конкуренции, ну, соответственно, они должны будут уйти с рынка пассажирских перевозок. Ну, работа в любом случае ведется, соответствующие предписания, замечания, там, что касается наших полномочий, мы выносим регулярно. То же самое, работаем в тесном контакте с общественностью, то же самое у нас есть и открытая площадка, это общественный совет при департаменте транспорта, все без исключения вопросы выносятся, обсуждаются, обсуждаются, в том числе и вместе с жителями и ищем пути решения.